В четверг трейдеры пребывали в ожидании итога встречи Китая и США по торговым вопросам, но вместо этого дождались лишь заявлений Дональда Трампа о том, что пока не состоится встреча президента США с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, говорить о достижении договоренности будет рано. По словам Трампа, переговоры прошли достаточно результативно. При этом стоит учесть тот факт, что министр торговли США наоборот уверил участников рынка в том, что обе стороны еще очень далеки от заключения торгового соглашения, убив всю надежду трейдеров на скорейшее разрешение данного вопроса. Это и сдерживает американский доллар от стремительного роста сегодня. График торгового инструмента USDX оттолкнулся во время торгов на Уолл-стрит от отметки 95.20 и прибавил лишь 40 пунктов, оставаясь в пределах позиции 95.60. Азиатская торговая сессия сохранила спрос на более безопасные активы. Пара USDJPY после коррекционного движения продолжила торговаться ниже уровня 109.00. Инвесторы остались разочарованы данными от Тайшин, которые зафиксировали в январе падение деловой активности в производственном секторе. Значение выросло в прошлом месте до 48,3 пункта после предыдущего подъема до 49,7 пунктов. Результат не совпал с прогнозами аналитиков, а также стал сигналом к тому, что мировую экономику все же ждет замедление роста. Это одна из главных причин силы японской иены и существенный повод закрывать сделку по паре австралийский доллар против американского. График торгового инструмента покинул максимальный уровень 0,7280, потеряв 40 пунктов на азиатско-тихоокеанской торговой сессии. Тем временем индекс цен производителей в стране также указал на замедление роста. Эксперты предполагают, что вполне возможно наблюдать сегодня за коррекционным движением многих конкурентов доллара США, так как ожидается выход американских 100 данных по деловой активности в производственном секторе и индикатор ожиданий потребителей от Мичиганского университета. Вполне вероятно, что господствующая мировая валюта может продемонстрировать рост к открытию американских торгов.